Такого в Батайске не было 20 лет. Для улицы Кубанской вода во дворах после ливней не в новинку, но чтобы по колено неделю стояла, это переходит всякие границы. В МЧС они говорят, ребята, ну что мы вам поможем? Вас эвакуировать? Да куда эвакуировать нас? Ну куда? А животных куда? Нет сливных ям, то есть дренажа и вода скапливается, то есть погиб урожай, уже вода может и в дом войти. И вошла. У Анны Лебедь помимо двора затоплено жилье. Ущерб имущества еще предстоит посчитать. Из-за сырости в домах завелись паразиты. Детюшка бегает по комнатам. У нее получается вот ручки покусанные, ножки, колготки. Я не буду снимать, потому что мокро все. Вот, смотрите, смотрите, поползла. Вот блоха, блоха, блоха. Да, вон она побежала, побежала. Вот так вот у нас лазят блохи, подумала. Старые дренажные каналы давно засорились или вовсе разрушились, а новые копать никто не торопится. У нас здесь была канала, в которой вода вся уходила вот дальше, дальше и дальше. Теперь понастроили эти дома, все закрыли, все забетонировали, все засыпали, все. Теперь вода никуда не уходит. В МЧС проблему видят глубже. В результате обильных осадков в городе Батайске поднялся уровень грунтовых вод. Произошло затопление порядка 100 частных домоводений. Уровень воды поднялся и стекает со всего города Батайска, с центра и поселка, микрорайон РДВС, стекает дренажный канал, который не справляется с большим объемом воды. Замглавы Батайской администрации уверяет, жителей Кубанской в беде не бросят. Создан, в первую очередь, был создан оперативный штаб, определены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий. Открыта горячая линия в администрации города Батайска. Заявки, поступающие от населения, отрабатывались поадресно. По данным МЧС, сегодня вода начала уходить из Батайска. Сама. Откачивают ее только там, где она зашла в дома. Дмитрий Никулин, Юрий Санкин. На Дону.